Здравствуйте, я Наталья Некрасова с автошколы машинного вязания, где мы обучаем стримителям о создании абсолютно любой вязальной машины с нуля. Завершаем создание бактуса. Задача этой части обработать край. На самом деле обработка может быть абсолютно любую, если вы владеете крючком, спицами, неважно, можете обработать края тем способом, который вам понятен, приятен и в данном месте вам кажется оптимальным. Я буду его обвязывать на вязальной машине, у меня есть разделители серые между каждым цветом. И вот этим же серым цветом я сейчас буду обвязывать край бактуса по всему периметру. Просто надевая протяжки на вязальную машинку, провязать два ряда, точно так же, как мы это делали между цветовыми вставками, и закрыть рыхленько все. Вот таким образом мы выполним обработку. Если у вас есть какие-то неровности, какие-то шероховатости, в момент места, где вы делали убавки, они отлично уберутся в эти края, и все будет очень ровно и аккуратно. Надеваем на иглы самые тоненькие протяжки, то есть не надо полный петельный столбик, не надо надевать ногу, потому что бактус может разворачиваться в процессе эксплуатации, и не хотелось бы, чтобы у вас торчали некрасивые лохматые края. Поэтому надевайте самый краешек и будем соединять. Надеваем полотно на иглы. Внутреннюю часть, сначала делаем внутреннюю, половинка и половинка, вот половинка, одна уже готова, надеваю вторую. 85-85 петель. Если вы выполняли по моим же расчетам, у вас тоже должно так подойти 85 и 85. Если вы надеваете по своим каким-то расчетам, смотрите, чтобы полотно просто свободно помещалось на иглах, не было стянуто, но и не растягивайте изо всех сил. Надеваем до самой-самой протяжки. Видите, я сначала соединила серые разделители, чтобы они соединялись между собой, серые-серые, серые-серые, чтобы цвет не проходил между ними. То есть такой эффект, серый разделитель совсем разделяю. Здесь будет то же самое. Видите, мы когда вязали красное полотно, видно, когда я буду соединять, я его просто закрою, его будет просто не видно между разделителем и окантовкой, красный цвет уйдет. Спокойно надеваем сначала, ну давайте здесь покажу, есть у меня середина, то есть я навесила полотно, надела середину, надела вторую часть. Теперь у каждой середины я ищу серединку, у серединки я еще тоже серединку надеваю на иглу. И таким образом у меня всегда равномерное натяжение. Надеваем протяжки. Если какой-то игле не хватает протяжек, надеваем узелок, пропускать нельзя, целый петельный столбик надевать не надо, будет очень грубо. И провязываю два ряда, закрываю. Получается вот такая достаточно рыхлая конструкция, главное рыхло закрывать. И провязывать можно на плотности рыхлее, чем основное вязание. Если основное вязание на девятой плотности, то окантовку я вязала на десятой. Рыхло закрыла, обычной косичкой получается. И держит форму, и в то же время, видите, вот такой пухленькой получается. И держит полотно, и в то же время ничему не мешает, никуда не загибается. Поэтому надеваете полотно, провязываете два ряда, закрываете. И таким же способом выполняете окантовку по внешнему краю. Но внешний край у нас в машину в два этапа не войдет. Там будет три этапа. Надеваете, провязываете, надеваете следующий. Потом соединяете между собой провязанные окантовки. Можно сшить иголочкой аккуратно, чтобы было не видно. Можно в процессе провязывания надеть вот эту уже готовую окантовку на иглу. И таким образом соединить. У вас будет целиковая отделка по периметру. Надели полотно, берем рабочую нить и рыхло провязываем два ряда. Провязали один. И с того края, где у нас уже готова вязка, надеваем петлю, серую, на боковую, сбоку, на крайний угол. Принимаем нить из усов нити вода, если это нужно. И закрываем обычной косичкой и ставим игру. В среднее положение. Закрываем язычки и косичкой. Либо любым другим удобным вам способом. Главное не затягивать, чтобы край, который мы закрываем, был достаточно рыхлый. Продолжение следует... Продолжение следует...